И вот буквально 15 октября армия обороны Израиля объявила о завершении наземной подготовки к наземной сухопутной операции в секторе ГАЗа, но отложила её. Официально было заявлено, что облачность помешала, так как эта операция сопровождается дронами. В других каких-то источниках говорилось о том, что продолжили гуманитарный коридор, продолжили эвакуацию мирных жителей ГАЗа. С чем связана приостановка наземной операции и, возможно, она уже началась? На тот момент, когда мы с вами разговариваем, крупномасштабная операция не началась. Естественно, считать погодный фактор за очень и очень важный в данном случае было бы неверно. Есть факторы другие. В данном случае у Израиля не было такого резкого и явного цейтнота, как очень часто бывало во время других войн или других военных операций витков напряженности. В данном случае международная легитимация очень высокая и внутренняя, внутриизраильская легитимация для любых действий, необходимых для достижения победы, она близка к 100%. Поэтому была возможность потратить некоторое время для того, чтобы лучше подготовиться в военном плане. Я имею в виду экипировать призванных 350 тысяч резервистов, а такое количество в такое время, с учетом того, что далеко не все было идеально на складах и в резервистских частях, все это довольно проблематично. Поэтому желать нужно было время и, конечно же, нужно было время для корректировки оперативных планов и, кроме того, и подготовки прогнать по полигону, по стрельбищам, всех, кого можно, хотя бы в необходимый минимум. Еще один очень и очень важный аспект, завязанный напрямую с ведением боевых действий, это, конечно же, гуманитарный. Израиль воюет, соблюдая международные законы ведения войны, а наличие большого количества мирного населения в плотной застройке, там, где должны начаться основные бои, является огромной помехой. Поэтому предпринимались и предпринимаются все усилия, чтобы максимальное количество населения сектора, в данном случае северной третьей сектора Газы и конкретно города Газы, крупнейшего города этой территории, покинуло свои дома и переместилось на юг. Хамас, кстати говоря, этому мешает, призывает, мешает в том числе и физически, призывает их вернуться или не уходить. Тем не менее, это очень важный момент. Израиль ради международной легитимации, ради того, чтобы его не обвинили в нарушении международных законов ведения войны, должен предпринять максимум усилий в этом направлении, они прилагаются. Поэтому я бы назвал два основных вот этих фактора, которые привели к тому, что еще не началось наступление. Еще один фактор, он очень важный, стратегического характера, и здесь у меня нет ответа, это угроза с севера со стороны террористической организации Хизбалла, которая может открыть второй фронт. И здесь на повестке дня стоит, возможно, стоит необходимость превентивного удара. Если есть понимание, что Хизбалла начнет, безусловно, то тогда превентивный удар является почти насущной необходимостью. Есть вариант номер два, только из-за угрозы Хизбалла, а угроза это суперсущественное, все равно нанести превентивный удар, однако это уже очень сложная ситуация. Здесь и легитимация может быть проблематичной международной, американцы не хотят такого варианта развития событий. В Израиле на этот счет решение не принято, насколько я понимаю. В любом случае это тоже фактор, когда знают, что север может стать приоритетным фронтом, где, когда начинать и что, это тоже взвешивается. Но если убрать фактор Хизбаллы в сторону, то два фактора, которых я назвал ранее, и в любом случае масштабная операция должна, если убрать северную составляющую сторону, должна начаться в скором времени. Много говорится в интернет-пространстве о том, что, ну, судя по всему, конечно же, и ПСО, хотя очень многие люди на это, говоря жаргоном языком, ведутся о том, что вот в секторе газа там люди, мирные жители, дети, Израиль их убивает, что же, что же, почему он их не жалеет, хотя вот вы уже и проговорили, что Израиль говорит, эвакуируйтесь, Хамас не пускает, прикрывается живым щитом. Кстати, поговаривают, что основной из центров Хамаса находится в подвале под больницей. Не знаю, правда ли это, вы можете подтвердить или опровергнуть. Вот, давайте людям, которые рассказывают, что пожалеете эти женщины на детей, давайте вот объясним саму суть. Вы уже сказали, что Израиль, он готовится, он дает эвакуироваться, да, но вот что бы вы ответили вот этим комментаторам, которые кричат о убитых детях, женщинах, стариках и так далее, что Израиль не прав в этом? Для начала я отмечу, в самом деле, один из бункеров, в котором, как правило, во время любых витков эскалации скрывается руководство Хамаса, находится под больницей Шифа, крупнейшей больницей Газы. Это, и скорее всего, это правда, то есть это, в общем-то, давным-давно известно, вероятность почти 100% этого факта. И вообще важно понимать, Хамас действует традиционно, прикрываясь населением как живым щитом, размещает свои склады, установки пусковые, иногда прямо непосредственно, хоть в школах, хоть во дворах школ, в подвалах жилых зданий, на этажах жилых зданий, туннели Хамаса находятся, туннели, это важнейший фактор, находятся, естественно, под городской застройкой, прикрытие самих себя, своих военных объектов, собственных боевиков и инфраструктуры военной с живым щитом, это сказать, что это классика жанра, это ничего не сказать. Важно понимать, что Израиль ведет войну из соображений самообороны, причем войну, которая предназначена предотвратить, это и другие войны с Хамасом, должна предотвратить убийство мирных жителей Израиля, причем убийство планомерное и целенаправленное. Я напомню, что Хамас, это организация, которая, Исламское движение сопротивления, это так оно расшифровывается, это аббревиатура, создана формально в 87-м году, начале 88-го, примерно на этой границе. Хамас ставит своей целью не какой-то компромисс территориальный или что-то подобное, уничтожение Израиля физически путем военной борьбы, никаких не гнужаясь, никаких методов, то есть и террористических, уничтожая в том числе женщин и детей. В свое время один из лидеров Хамаса на вопрос, как, мол, почему вы убиваете женщин и детей, из стариков, он выразился в том духе, что ребенок еще будет служить в армии, старик уже отслужил, а женщина или служит, или родит того, кто будет служить. То есть примерно почти дословная цитата. Значит, поэтому дальше еще один важный момент. Значительная часть населения сектора в некоторые времена и подавляющее большинство Хамас поддерживали. Поддерживает ли Хамас сейчас подавляющее большинство, я сказать не могу, хотя, несомненно, огромная часть поддерживает. Но что несомненно, что подавляющее большинство, суперподавляющее, поддерживает уничтожение государства Израиль. И я уверен, в этом нет никаких сомнений. Если вам кто-то скажет что-то иное, значит, этот человек либо наивен, либо ничего не понимает. Более того, подавляющее большинство населения газа, и тут, я думаю, и найдутся те, кто все-таки чуть меньше, чем близкая к 100% цифра, не испытывает моральных угрызений совести. По поводу того, что Хамас сотворил в субботу, в эту черную субботу 7 октября. И я напомню зрителям и слушателям, что был заход в израильские населенные пункты с систематичным избиением и уничтожением мирных жителей. На данный момент, скажем так, около 900 человек, но это не окончательная цифра. Подчеркиваю, мирных жителей от младенцев до стариков 90 лет в инвалидной коляске убийства осуществлялись методично, в массовой степени изуверскими методами. Изнасилование, само собой, тоже присутствовали. Подчеркиваю, убийства и убийства изуверскими методами. Есть тому масса подтверждений, совершенно от которых кровь стынет в жилах, даже у тех, кто является патологоанатомом на протяжении десятков лет. Поэтому этот контекст тоже надо понимать, с кем мы имеем дело. И то, что это не вызывает глубокого осуждения и никакого осуждения уподобляющего большинства жителей газа, сам этот факт, можете не сомневаться. Возможно, некоторые из них осудили бы это потому, что поймут, какие последствия их ждут. Ждут сектор газа, а последствия уже имеют место, но это только цветочки. Ягодки еще впереди, потому что Израиль твердо намерен, по крайней мере на данный момент, уничтожить Хамас как военную административную структуру в секторе газа. И это предусматривает серьезные действия. Так что еще один важный момент. Несмотря на все эти действия Хамаса, Израиль всегда придерживался международных законов ведения войны и даже брал на себя большие обязательства, чем эти законы требуют. Потому что мировое общественное мнение традиционно к Израилю, я считаю, не объективно и в любом случае особенно критично. Относится особенно критически. Надеюсь, что, по крайней мере, в нынешней ситуации лишних обязательств, которые выходят за рамки международного права, не будут на себя брать. И еще важный момент. Международное право не запрещает воевать с теми, кто использует мирное население в качестве живого щита. Это самозащита. Я, например, сидя, разговаривая с вами, не могу принять того факта, что если где-то возле дома жителей Газы установят ракету и запустят непосредственно по мне, что эту ракету нельзя уничтожить перед пуском, потому что, видите ли, там дом жителей Газы. Мне что, самоубийца из-за того, что я должен заботиться о их здоровье? Нет. Они предупреждены, во-первых. Они могут оставить свои дома. И главное, Хамас — это партия, которая властвует в Газе. Это не какая-то шайка. И надо понимать мелко. И надо понимать, что ответственность, в конце концов, за то, что происходит на контролируемой территории, в первую главную очередь за ним. И от этих призывов Хамаса не уходить, вернуться и заставить сионистов ограничить свои действия, они очень характерны в данном случае. Так вот это я бы сказал тем, кто задает подобные вопросы. И, конечно же, есть еще больше, сказать, чем это. Но это уже было бы за рамками передачи, я думаю.